Всем привет! Если вы задались вопросом, как установить сабвуфер в запасное колесо вашего автомобиля с целью экономии места в багажнике, то этот видео-ответ для вас. Оставайтесь на канале. Для реализации данной идеи я выбрал заводское исполнение сабвуфера, который является штатным для таких автомобилей, как Nissan, Infiniti, Mazda и прочее. По своим габаритным размерам сабвуфер BOSS 2817-01BM-0A подойдет для установки в запасное колесо размером R17 и больше. Но есть модели, которые можно установить также и в меньшие диаметры колес, начиная примерно с R15. Давайте разберем этот сабвуфер и посмотрим его начинку. Может не стоит начинать? Продолжение следует... Продолжение следует... Как видите, корпус из прочного пластика. Однако его толщина не позволит использовать динамики мощностью больше 100 Вт. Но напомню, что такой сабвуфер не для долбежки, а для создания глубокого баса в автомобиле. Внутри два динамика. Мощность каждого порядка 40 Вт. И импедансом 2 Ома. Диффузор пластиковый. Подвес поролоновый. Центровочное кольцо вроде как из кевлара. Но это не точно. Усилитель фирмы Боссы двухканальный. При сопротивлении 2 Ома на канал выдает мощность порядка 75 Вт. Схемотехника достаточно грамотная и качественная. На микросхеме TDA7575. Его переделываем из балансного в линейный, допаивая часть деталей. Также нам понадобится активный фильтр низкой частоты, который удобно собрать в корпус. И сделать коннекторы как для штатного подключения сабвуфера. Диффузор пластиковый. Диффузор пластиковый. Диффузор пластиковый. Вот так выглядит собранный активный кроссовер. Подключение и управление абсолютно штатное, как у любого другого сабвуфера. Для подключения активного кроссовера к самому сабвуферу есть фишка на 6 контактов. Распиновка ее известна, осталось заказать только саму фишку на китайском сайте и запиновать ее. Продолжение следует... Вот так вот все красиво и аккуратно выходит. Все конструкцию проверяем подключением под питание. На активном фильтре должен загореться индикатор питания, а при дотрагивании до сигнальных выводов рукой динамики сабвуфера должны хаотично двигаться, издавая шумящий звук. Собранный комплект для установки выглядит следующим образом и готов к подключению. Идем. Так, по-быстрому подключил, сделал так, чтобы сейчас только на саб шел звук. Итак, первая у нас это громкость, volume я подписал ее. Вот. Ну, зафиксируется будет почище, игра сейчас тут подпсет, дребезжит. И вторая будет это частота среза, то есть где-то сейчас 20 Гц, и можно там до 200 Гц крутить, больше звука будет проходить. Вот. Ну, тут уже на свой этот вкус подобрать. Вот. Ну, в принципе, вот сейчас еще дождемся куплета. Ну, сейчас крутну на максимум, чтобы аж в клиппинг пошло. Так, конечно, уже будет. Ну, на максимуме, конечно, слушать невозможно, то есть надо будет все-таки подобрать оптимальный звук. Чтобы закрепить сабвуфер в колесе запаски, необходимо удлинить шпильку для штатного крепления запасного колеса. Сделать это можно, разрезав ее и установив вставку нужной длины. После чего ставим запасное колесо, ставим шпильку, одеваем на нее сабвуфер, и все зажимаем штатной гайкой. Протягиваем провода для подключения питания и подачи звукового сигнала. Настраиваем и наслаждаемся музыкой. Ставьте лайки и подписывайтесь, с меня много интересного.